Наступил второй день нашего путешествия по Греции, и мы едем в сторону Салоников, едем против часовой стрелки, и сейчас будем приезжать мимо Олимпа. На саму вершину Олимпа мы не пойдем, потому что это займет много времени, но в окрестностях Олимпа с удовольствием помогает. Сейчас скажу, получилось 42 евро. Приехали на нашу первую заправку, здесь есть 95, 100 и визель, ну, собственно, нам надо заправляться 95. Здесь все происходит так же, как у нас, ничего необычного. Подходит чел, сам тебя заправляет, даже не через кассу можно заплатить, как это сделала я сейчас. Но чек мне все равно дали. А, нет, тогда через кассу. То есть 95 стоит 1,6 евро. Ну, в принципе, все 95, наверное, заправляются. Есть еще газ, который стоит почти 90 центов. Газ здесь практически на всех заправках есть, но сами заправки очень редко почему-то встречаются. Расстояние между ними может быть 100 километров, не знаю, с чем это связано. А еще здесь немножечко прохладно, 20 градусов. Хотя о чем это я прохладно? В Питере вообще плюс 2. Мы потихонечку едем к Олимпу, не к вершине, но к пред Олимпию. Чтобы добраться до вершины, нужно идти 7 километров пешком, плюс ехать на машине полчаса до городочка, который называется Приония. Здесь есть асфальтированная дорога, серпантиновая, поэтому, в принципе, добраться... Серпантиновая. Серпантиновая не стоит передать. Мы потихонечку едем на Олимп. Это наша первая достопримечательность будет сегодня. На вершину Олимпа мы не пойдем, потому что дорога туда довольно дальняя, и при этом там лежит снег, а мы уезжаем сейчас от снега. Идти надо 7 километров, это для тех, кто хочет все-таки пойти. Поэтому мы едем до базового лагеря, который находится в городе Приония. До него идет асфальтированная дорога, и на машине ехать примерно 30 минут. Мы доедем до этой Прионии, посмотрим из базового лагеря на Олимп, на котором уже вон тучи набегают, и вообще здесь достаточно прохладно сейчас. 13 градусов, это начало мая. И потом спустимся вниз. Мы приехали в Прионию, а здесь можно оставить машину и дальше идти пешком. Здесь есть кафе для тех, кто проголодал, потому что мы сегодня уже позавтракали. Здесь можно на лошадках пройти часть пути. Я, правда, не знаю, сколько это стоит, мы не узнавали. На самом деле мулы, про которых я говорила, это не мулы, которые ведут людей. Это мулы, которые везут еду и припасы во второе убежище, которое находится по пути на Олимп. Вот так. На самом деле я все перепутала. От базового лагеря в Прионии надо идти до вершины 25 километров, а не 7 километров. Там есть второй еще базовый лагерь, вот как раз куда мулы уходят. Поэтому восхождение нужно планировать на два дня. Недалеко от Олимпа, по дороге практически к первому приюту, к первой базе, есть монастырь Святого Дионисия или Диониса, не знаю, как правильно. И сюда можно зайти, здесь даже юбочки есть для тех, как я, которые в шортах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едем в пещеру, которая находится в 50 километрах от салоне. Дим, что мы заметили, по трассе очень мало кафешек. Фактически негде. И кушать негде. Поэтому мы еле-еле нашли какое-то кафе, где заказали пиццу за 6 500. А вода это наша. Мы нищебродим. Поймите своей водой эту кафе. Приехали в пещеру Петра Нола, Петра Лона. Билеты стоят 8 евро с человека. И здесь опять с Гидена, без гида нельзя. Но классно, что пещера работает с 8 утра до 8 вечера. Так что целый день есть, чтобы посетить эту пещеру. Что хочу сказать. В общем, пещера достаточно маленькая. И здесь нельзя снимать. Поэтому мы сейчас снимаем, пока нас никто не видит. Темное пятно пошло вперед. Даже на мязенькой пещере. Темное пятно на фоне темного пятна пошло вперед. У этой пещеры есть еще музей. И в этот музей можно фотографировать. И здесь череп человека древнего, который был найден как раз в той пещере. Вот я тебе снимаю виды. Снимаю, как пухляк по видам ходят. Древняя история этой пещеры, пронизанная историчностью исторических нитей. Как исторический клубок, состоящий из историчных нитей, мы по одной вытягиваем историю за историей и находим историчные отголоски истории черепов, найденных в этом историческом гроте. Исторично то, что история этого места пронизана историей насквозь. Не только лишь вокруг. Вы только посмотрите, вот присмотритесь. Каждый элемент здесь, он пронизан историей. Зашли в греческий супермаркет купить клубнику. И заодно смотрят, сколько стоят продукты. Вот яйца, например, евро на 9. Вот всякие фреска, молоко, кефир. Средняя цена примерно 2 евро. Колбаси у меня различные, какие хочешь. По-разному стоят. Апельсины 1,89, бананы 1,59. Дороговато бананы, чё-то. Погнали. Приехали почти к горе Афон. Находимся сейчас в городе... Почти к горе Афон. Ну, да. Находимся в городе Уранаполис. Почти. Почти. Нет, мы в этом городе находимся. Почти находимся. И зашли в кафешечку сейчас перекусить настоящей греческой еды. Почти настоящей. Ну, настоящей греческой, насколько она может быть для русских туристов. Потому что здесь официантки говорят на русском, а это как-то непонятно словно всё. Как вы знаете, а если не знаете, то мы вам расскажем, на Святую Гору нельзя женщинам. Можно только мужчинам. Женщины могут подплыть на кораблике, посмотреть с воды, развернуться и довольны уехать. Поэтому не факт, что мы поедем туда. Потому что хотелось бы, конечно, внутрь попасть. Бабья нога не ступала на этот полуостров. Бабья нога не ступала. И есть такой факт, если бабья нога ступит туда, то год с тюремным заключением. Бабья нога посадят на год. Да. Вот, поэтому мы сейчас решим, хотим ли мы здесь оставаться ночевать в Уранаполисе. Уранаполис. Уранаполис. Или мы поедем дальше. Чокнутые. Чокнутые. Принесли нам еду в грекеских традициях. Пол тазика. Извини, целый тазик. Стоит это 8 евро всего лишь. Такое впечатление, что в Греции все вымерли. Потому что на дорогах вообще никого нет. Едешь, 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 едешь. И вот одна машина проехала, не знаю, за полчаса, наверное. Где все, что все делают, непонятно. Доехали до города в Нью-Врасна. И остановились в отеле Paradise. И за 30 евро получили вот такой номер. И кое-кого еще. Здесь есть и кондей, и очень классный балкон, и большая кровать. И только холодильника нет. Но нам он особо не нужен. На букинге отель стоит 40 евро. Но мы его получили за 30 евро. Потому что Миша договорился с владельцем. А хозяйка администратора, мне говорит по-английски, набрала своего босса. А босс, оказывается, занимается шубами. И у него бизнес с русскими. Поэтому он очень рад, очень рад. И такой, 35 евро. А мы не расслышали, сколько. И он такой, сколько? И он такой, 30, 30 евро. И мы такие, ладно, хорошо. Вот так вот. Любят русские в Греции. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!